искал колодку на три розетки посмотрел на некоторых российских интернет сайтах то чтобы можно было побыстрее получить в течение двух-трех дней и на одном сайте нашел более 8 различных колодок самая дешевая вот это вот российского производства стоило 108 рублей следующая по цене такая же стоила 280 рублей русско-китайская фирма я эту колодку покупал как-то мне она нравится в принципе подключение нормальная провода там сжимаются под болтик держится все прекрасно следующая по цене было около 400 рублей турецкая тоже я ее покупал тоже никаких нареканий нет подключения там довольно простое под болтик потом шли немецкие они уже были 600 700 и даже по 1000 рублей были их я не покупал но это глупо покупать колодку просто колодку не удлинитель за 1000 рублей хотя за эти деньги можно уже купить хороший удлинитель но переходим к именно этой дешевой колодке почему я ее приобрел она самая дешевая и ему магазин мог доставить в пункт выдачи прямо на следующий день и поэтому выбор пал именно на нее я ее заказал и естественно параллельно посмотрел отзыв от покупателей кто уже эту колодку покупал было 25 отзывов один отзыв был нейтральный написано было примерно такое что колодку получил внешне все хорошо трещин нет подключать не подключал но наверное подключается она прекрасно не претензий нет а другие 24 человека они почему-то все хаяли эту резетку ну или колодку раке можно правильно называть и нарекания были к внешнему виду пластика да пластик действительно он такой какой-то невнятный он в принципе крепкий не горючий его снизу внутри проверял он в принципе у нас не горит но вот он какой-то весь такой вот немножко неровный но видно что вот он такой российский в россии спокоен веков почему-то не умеют делать у нас пластики хотя вроде бы не добываем но вот с пластиком у нас конечно проблема но не будем об этом как бы пластик на скорость не влияет основная проблема у всех людей кто приобрел данную колодку была в том что очень сложно подключать провода к тем местам которые для этого оставил нам производитель а именно у нас есть 4 пластинки две пластинки у нас естественно по 2 соединены болтиком гаечкой шайбочкой у нас есть заземление заземление подключается у нас вот здесь тоже под гаечку но в основном проблема была именно с подключением вот этих двух проводов все кто подключал они все говорили что это очень неудобно это очень ненадежно все это расшатывается и вообще как можно было такое придумать инструкции никакой для данного устройства нет даже нету производителя наименование производителя кто эту колодку произвел просто написано что у нас 10 дробь 250 е а с нету данных о производителе а упаковка была обычный целлофановый пакетик и вот все кто подключал эту колодку все пытались подключиться к этим болтиком и говорили что это неудобно да я согласен это неудобно а теперь давайте поговорим а кто вам сказал что нужно подключать именно к этим болтиком это вы сами раскрыли данный товар посмотрели до встали наверно вот эту вот колодочку и посмотрели а наверно надо подключать к этому болтику а никто из вас не подумал что этот болтик не для подключения а только лишь для того чтобы вот эти две планки у нас были именно в том сопряжении в котором они у нас должны чтобы у нас эти две планки не разошлись а подключать данную колодку надо ну может быть и не надо но более правильно будет именно так как подключил ее я я взял провод и банально его припаял к данной металлической планки держится все у нас хорошо ничего у нас не отпадет и контакт будет прекрасный не нужно наматывать на этот болтик никаких крючков все это провода скручивать и пытаться соединить все через этот болтик можно это все просто припаять также поступил естественно и с этой стороны тоже припаял кто-то естественно посмотрев это видео скажет что зачем припаивать если можно это прикрутить я не очень умею паять но давайте разберем разбираться если вы ничего не умеете делать по электрой по электронике по электрике то вы идете в магазин и покупаете уже готовый удлинитель и им пользуетесь если вы покупаете колодку значит вы как минимум знаете что такое колодка как минимум вы где-то приобретете сам провод далее как минимум вы где-то приобретете и либо у вас уже есть вилка которую вы тоже должны как-то подключить из этого делаем вывод значит вы уже не какой-то неумеха а вы уже человек который можете что-то паять что-то разбирать и более-менее разбираетесь в электрике а значит разобрав данную дешевую напоминаю колодку увидев что здесь подключение не такое к которому вы привыкли вы должны понять что здесь придется что-то припаять поэтому берете паяльник в руки зачищаете провода берете припой и припаиваете провода к этим металлическим планкам и будет вам счастье и вот эти вот фразы я не умею я не могу они повторяю здесь не уместны человек покупающий колодку для того чтобы потом из нее сделать удлинитель должен уметь держать в руках паяльник и должен понимать что если он делает что-то для своей семьи или там не знаю для родственников именно для этого и делаются подобные удлинители что вы должны как-то обезопасить свою семью чтобы потом это в будущем ничего не коротнуло и поэтому вы обязаны это дело припаивать сюда а не прикручивать на болтик и потом тут же писать гневное высказывание в интернете что все это хило и вы теперь безбок беспокойтесь за безопасность тех кто будет пользоваться этим устройством сделайте один раз нормально затратьте на это 10 минут и будет вам счастье